Первое для себя заседание правительства Павел Малков начинает с первого поручения, Минсельхозу, по оперативному решению всех вопросов, связанных с посевной. Рязань в этом смысле сейчас у Кремля на хорошем счету. Чуть позже, на встрече с журналистами, Павел Малков разъяснил такую вот щепетильность по каждому вопросу повестки. Сегодня провели первое заседание правительства области, я вот в новом качестве. В основном оно было посвящено вопросам антикризисных мер поддержки жителей, поддержки экономики, исполнению поручений президента и федерального правительства. Но наша задача это обеспечить исполнение всех этих решений, в том числе довести средства до всех, кому они адресованы. Никаких поспешных кадровых перестановок в Рио губернатора делать пока не намерен. Я всегда за эволюцию и последовательную работу, прокомментировал Павел Малков свое решение. Люди – главная ценность, что называется махать шашкой, не в его принципах. Здесь вот главный критерий для каждого – это профессионализм, обучаемость, работа в команде, проактивность и честность. Резких кадровых решений, изменений не будет. Мне надо вникнуть в каждый вопрос и понять вклад каждого члена правительства, прежде чем принимать какие-то серьезные кадровые решения. Поэтому постепенно. Инвестиционный климат – сегодня первый номер повестки дня, вероятно, и будущей стратегии развития Рязанской области. Время новых возможностей, по словам руководителя региона, лучший способ для изменений с опорой, разумеется, на базовые секторы экономики. Акцент, конечно, будет сделан на сильных сторонах региона. Это промышленность, сельское хозяйство, туризм, строительный сектор, инновационные технологии. И в целом максимально благоприятные условия для привлечения инвестиций и развития территории, но включая, конечно же, формирование комфортной среды проживания. Из личных впечатлений о Рязани – это богатейшая история и радушия рязанцев. Для семьи Павла Молкова назначение в область было неожиданным, но это крепкие тылы поддержка, с которой, кстати, местные политики в информационном поле, похоже, переусердствовали. Ни один из четырех телеграм-каналов в Рио губернатора не принадлежит. Их появление Павел Молков прокомментировал с юмором. Все, о чем писали жители, все проанализировали, все это будет использоваться, то есть пойдет только на пользу. Единственное, конечно, что немного огорчило – это орфографические ошибки в якобы моих текстах. Вот коллеги, с которыми я раньше работал, прекрасно знают, насколько я чувствительно отношусь к русскому языку. Поэтому вот это немного огорчило. Но что касается использования современных коммуникаций и технологий, конечно же, будем использовать в полной мере. Запустим телеграм-канал, я думаю, что сегодня уже можно это будет сделать, чтобы исправить эту ситуацию. Мне очень важно знать, чем живут люди в области, что их волнует и какие предложения у них есть по развитию Рязанской области. Этим заявлением Павел Молков закончил первый свой рязанский брифинг и добавил – средства коммуникации буду использовать максимально. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Олимпания «Город».